Время подвести итоги уходящей недели. В студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте. Прежде чем рассказать о главных событиях, отмечу, это суббота проходит под эгидой спорта. В России отмечают День физкультурника. А вот 9 августа – профессиональный праздник устроителей. Им самые добрые пожелания от телеканала ЛРТ. Ну а мы начнем выпуск и сейчас об основных темах. Олимп и звезда на футбольном поле. В товарищеском матче сразились профессиональные спортсмены и участники слета трудных подростков. Какой была игра, расскажем. В поддержку здорового спорта активисты клуба «Геркулес» и депутаты наведались в магазины спортивного питания, если в продаже запрещенные препараты. Огонь унес жизнь шестилетнего мальчика, что привело к возникновению пожара в одной из квартир в Котельниках в нашем сюжете. Автомобили на парковке по улице Мира регулярно встречают хозяев разбитыми стеклами. Злоумышленники воруют вещи, ценные и не очень, а полиция бездействует. Нам удалось пообщаться с потерпевшими. Вывод – обращаться только в газовую службу из-за ошибки слесаря-дилетанта. В одном из домов поселка Вуги из газовых плит потекла вода. Теперь обо всем подробно. По решению Совета депутатов, 5 августа в администрации прошли публичные слушания о внесении изменений в устав городского поселения Люберцы. Их цель – привести документ в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Проект устава для открытого обсуждения был опубликован в Люберецкой газете в номере 24 3 июля, а также размещен на официальном сайте администрации. Несмотря на небольшое количество участников, встречи и публичные слушания признаны состоявшимися. С проектом устава собравшихся ознакомил начальник правового управления Михаил Криворучко. Уточнены вопросы местного значения в части составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета, создание условий для деятельности народных дружин. Увеличен перечень вопросов значений неотнесенных к компетенции городского поселения. К ТИКПЕК таким вопросам относятся. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказанных услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения. Он также прокомментировал основные положения принятого документа. Также были уточнены формы преобразования городского поселения, были раскрыты исчерпывающий перечень депутатов, главы города Люберца и исчерпывающий перечень администрации и органов местного самоуправления. Это 131 предполагает, но это не значит, что это касается только города Люберца, это касается всех муниципальных образований, расположенных на территории Московской области. А эти решения в любом случае будут также вынесены на публичные слушания, будут обсуждаться. Но насколько на сегодняшний момент политика такая, что сельским поселением мы становиться не будем. Валентина Верченко, Игорь Морев, Люберецкое районное телевидение. С 1 июля установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Для малоимущих категорий граждан правительством Российской Федерации и Московской области выработаны меры социальной поддержки. За разъяснениями наша съемочная группа отправилась в городскую администрацию. На 6,5% выросли тарифы на коммунальные услуги в городе Люберце с июля текущего года. Для сравнения в ряде других муниципальных образований Подмосковья в Долгопрудном, Ногинском, Пушкинском и Зарайском районах рост платы граждан может составить порядка 12%. У нас в результате получился рост фактически 6,5%. Если это переводить на абсолютную величину, на рубли, то для однокомнатной квартиры это 200 рублей в среднем. Для двухкомнатной 450, для трехкомнатной где-то 650. То есть вот такие цифры. Таким образом, в Люберцах оплата коммунальных услуг выросла меньше, чем в других муниципальных образованиях. Как сообщили в городской администрации, этого удалось достичь за счет того, что тарифы на содержание и текущий ремонт жилья остались на прежнем уровне. Для самого благоустроенного дома со всеми видами благоустройства, с лифтом и мусоропроводом 39 рублей 29 копеек, так этот тариф и у нас будет функционировать с 1 июля 2015 года. Все это за счет эффективного, более эффективного управления нашими управляющими компаниями. По словам Татьяны Нистратовой, новые тарифы на коммунальные услуги будут действовать до 1 июля 2016 года. То есть в нынешнем году повышения больше не ожидается. А информация о нововведениях размещена на сайтах комитета по ценам и тарифам Московской области, администрации города Люберцы и управляющих компаний. Каждая управляющая компания обязана разместить на информационных стендах всю информацию о тарифах. Мы направили все распоряжения комитета по ценам и тарифам во все управляющие компании, то есть они полностью владеют этой информацией. Правительством Российской Федерации и Московской области выработаны меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так участникам Великой Отечественной войны инвалидам, ветеранам труда предоставляются льготы. На помощь могут рассчитывать и другие группы населения. Если платеж гражданина за жилищно-коммунальные услуги составляет более 22% от совокупного семейного дохода, то появляется право на получение субсидии. Марина Архипова, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Первое место у Люберецкого района в соревнованиях по гребле на лодках среди команд администрации муниципальных образований Московской области наши спортсмены оставили позади всех участников. На прошедшем оперативном совещании Владимир Ружицкий лично вручил грамоты победителям. Соревнования по гребле среди команд администрации проходили в городе Броннице 1 августа. В Люберецком районе подготовка к турниру началась задолго до этого дня. Оргкомитет возглавил Владимир Ружицкий. Отбор спортсменов был по-настоящему жестким, поскольку гребли – это сложный вид спорта, требующий физической выносливости и умения работать сообща. В итоге в команду вошли представители депутатского корпуса, спортивной общественности и молодого поколения. Капитаном команды Люберецкого района был назначен депутат совета депутатов города Люберца Троицкий Леонид Александрович. Спортивным консультантом команды стал директор Люберецкой школы Олимпийского резерва Софин Павел Асламбекович. Люберецкий район прошел ответственно к данным соревнованиям. Поэтому ранним утром 1 августа спортсмены и молодежная группа поддержки отправились в гостеприимный город Броннице с настроением только победить. Всего в соревнованиях приняло участие 8 команд администрации муниципальных образований Подмосковья. В финал вышли только 4 из них. Сборная Люберецкого района в упорной борьбе завоевала первое место. Серебро досталось хозяевам соревнования грибцам из Бронниц, а Бронза – спортсменам из Воскресенского района. Я, конечно, не думал, что вы проявили такую упреки, сумеете, как и распорти, сделать команду Олимпийского резерва Бронниц. Так что, молодцы. Владимир Ружицкий лично вручил почетные грамоты участникам победоносной команды. Ребята, в принципе, данным видом спорта не занимаются, но занимаются самыми разными силовыми видами спорта. Значит, гимнастикой, скорее всего, силовой. Поэтому при необходимости в состоянии постоять за Люберцей, Люберецкий район в любом виде спорта. Так что, ребята, вам здоровья, удачи и спасибо. По словам Владимира Ружицкого, победный кубок будет передан в спортивный музей администрации Люберецкого района. Марина Архипова, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Праздник из советского календаря, доживший до наших дней. В субботу, 8 августа, в Люберецком районе пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Власти подготовили обширную программу соревнований, принять участие в которых смогут все желающие. Ограничений по возрасту организаторы не ставят. Подробностями с телеканалом ЛРТ поделился первый заместитель руководителя администрации города Люберцы Игорь Каханый. Традиционно праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках в разных уголках города. Несколько турниров состоятся в этом году впервые. В их числе возрожденный кожаный мяч, объединяющий дворовые футбольные команды. Мы держали связь с ЖЭКами, чтобы были дворовые команды. Прошли предварительные игры во дворах, на площадках, на плоскостных сооружениях, которые есть. И финалисты вышли в финал. Вышло шесть команд. Финал будет на стадионе «Искра». Кроме того, там будет еще финал среди двух детских команд 2005-2006 год по мини-футболу. Также на стадионе «Искра» состоится сдача норм ГТО. Продемонстрировать свою силу, выносливость и гибкость смогут все желающие. Состязания пройдут в разных возрастных группах. На другом Люберецком стадионе «Торпеда» состоится финал Кубка района по футболу среди ветеранских команд. Кроме того, гости праздника смогут поиграть в настольный футбол и хоккей, а также в дартс. Жители седьмого-восьмого микрорайона власти намерены приобщить к баскетболу с помощью выпускников и воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва, которые будут готовы сыграть с каждым. Тоже это будет проводиться впервые. Во-первых, это популяризация баскетбола, потому что седьмой-восьмой микрорайон новый, они даже, может, и не знают, что у нас есть такая школа Олимпийского резерва, которая показывает прекрасные результаты, в том числе и на всероссийском уровне. Поэтому смогут об этом узнать и даже поиграть с ребятами, с выпускниками школы или с теми, кто еще на пороге выпуска. Новинкой предстоящего праздника станут и гонки на катамаранах в Наташинском парке. Там же пройдут веселые старты. В гарнизоне на стадионе «Звезда» все желающие смогут принять участие в турнире по большому теннису. А 115-й квартал станет местом проведения открытого первенства Люберецкого района по воркауту. Как отмечают и организаторы Дня физкультурника, главная его цель – пропаганда здорового образа жизни. Мы, конечно, хотим, чтобы это было единение наших жителей, которые почувствовали, что мы живем в одном городе, мы и празднуем в одном городе, отдыхаем в одном городе и соревнуемся в одном городе, что тоже, я думаю, будет на пользу люберчанам. Победители и призеров соревнований ждут награды. Уже закуплены кубки, почетные грамоты, призы, а также небольшие сувениры за участие. Марина Архипова, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Спортивный слет стартовал в военно-патриотическом центре офицерское собрание. По традиции в нем принимают участие подростки из неблагополучных семей. На спортивные сборы ребята отправились накануне. В офицерском собрании их ждут соревнования по футболу и волейболу. Также они смогут показать свою ловкость в экстрим-парке, покатаются на картах. Должные дети у нас каждый год направляются на отдых, а также проведение военно-спортивного слета, где они принимают участие в разных играх военно-спортивных, приучаются к жизни, к нормальной, не той, которую они получают у нас на улице. Военно-патриотический слет продлится целую неделю до 9 августа. Все это время ребята будут находиться на территории центра офицерское собрание. Свою работу продолжает 6-й ежегодный военно-спортивный лагерь для люберецких подростков с девиантным поведением. На протяжении нескольких дней ребята изучали уставы гарнизонной службы, проходили строевую подготовку и спортивные испытания. На этот раз им предстояло принять участие в товарищеском футбольном матче с профессиональной командой «Звезда», почетным гостем которого стал Владимир Ружицкий. Еще несколько дней назад эти люберецкие ребята были незнакомы друг с другом. А если и встречались вместе, то только на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь на сборах в стенах патриотического центра офицерское собрание им ежедневно приходится работать как сплоченный коллектив, участвуя в различных строевых испытаниях. Товарищеский матч с начинающими профессиональными спортсменами «Звезды» для ребят своего рода мастер-класс, но и одновременно вызов «Олимп» – так гордо назвали свою команду ребята. «И самое главное, они не просто настроены на игру, они настроены одержать победу, которая для них очень важна, потому что они сейчас, пройдя несколько дней этого лагеря, почувствовали себя действительно героями, потому что они прикоснулись и к армейской службе, прикоснулись и к определенным испытаниям, которые в жизни часто происходят». Перед началом игры к ребятам обратился глава района и города Люберцы. Он отметил важность упорной работы над собой и выразил надежду, что время, проведенное в военно-патриотическом лагере, не только даст возможность получить различные навыки, но и заставит пересмотреть свои взгляды на жизнь. «По крайней мере, посеять зерно, чтобы человек в будущем каким-то образом на себя посмотрел по-другому, как-то дал себе оценку другую, все-таки это удается, потому что здесь они дружат, здесь они соревнуются, здесь они участвуют в всевозможных играх, конкурсах, состязаниях. Я думаю, что это и хороший отдых, и в то же время как бы некая школа воспитания». После приветственного слова Владимир Ружицкий совершил первый удар по мячу, тем самым дав старт футбольному турниру. За команду «Олимп», кажется, болели все присутствующие, понимая, что профессионалы попросту сильнее. Но по результатам игры ребята доказали, что они ничем не хуже. Закончилась игра победой воспитанников с лёта со счётом 5-3. «Мои впечатления самые-самые положительные. Мы в самом деле не думали, что вот эти мальчишки наши, неорганизованные, так здорово будут играть. Хотя никто ни о чём не говорил, не договаривался. А то, что складывается в такой счёт, это, конечно, заслуга самих ребят. Вы сами видите, да, какие они голы забивают в девятку, в нижние голы. Обводки хорошие, финтят хорошо». «Были настроены на победу, выиграли. Радостные». Для участников слёта предусмотрена недельная программа и в том числе проживание на территории Центра офицерское собрание. По окончанию турнира глава ознакомился с бытом и условиями, в которых живут ребята. Анна Трояна, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах установят скульптурную композицию, посвящённую группе «Любэ», а над ней работает известный скульптор Александр Рожников. Новая достопримечательность города уже готова в глине, и накануне её лично оценил глава района и города Владимир Ружицкий. Рабочее название городской скульптуры «Дуся Агрегат». Сидящая на скамейке девчонка символизирует не только ту самую песню Любэ, но и собирательный образ Люберецкой спортсменки. Рядом с ней Николай Расторгуев. Портретного сходства скульптор Александр Рожников добился, изучая фотографии знаменитого певца. Скульптура интерактивная, можно сесть и сфотографироваться. А ещё в ней заложено несколько интересных деталей. С обратной стороны зашёл, и можешь совершенно чётко узнать, когда была создана, именно какого числа была создана группа Любэ. Вот. Или, допустим, смотришь на композицию, понимаешь, что когда рядом стоит гиря, написано «Стопудовый хит», что это действительно эта песня, она «Стопудовый хит». В 89-м году написано, 25 лет спустя она актуальна. Мастерскую Александра Рожникова посетил глава района и города Владимир Ружицкий. По его словам, идея создания такой скульптуры появилась в Люберецкой администрации давно. И теперь, когда она воплощена в жизнь, Владимир Ружицкий призвал жителей придумать новое название для композиции. Группа «Любэ» — это сегодня бренд и России, и Люберец тем более, это наши земляки. Здесь они начинали, и поэтому как-то надо дать название, чтобы это и на слух ложилось, и к сердцу было близко. На днях Дусю отольют в бронзе. Скульптура будет установлена на пересечении улицы Смирновской и Октябрьского проспекта и дополнит новую пешеходную зону. Откроют композицию 5 сентября, в день города Люберце. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Десять дворов будут благоустроены нынешним летом силами Люберецкой управляющей компании. По пяти адресам работы уже проведены в соответствии с новой редакцией закона Московской области о порядке, чистоте и благоустройстве, где во главу угла ставится комплексный подход. На одну из таких площадок и отправилась наша съемочная группа. В десятку адресов, подлежащих благоустройству, эта территория попала не случайно. Претендентов на проведение работы определяли сообща. Люберецкая управляющая компания, администрация города, депутаты и жители. Предстоящие изменения каждого конкретного двора предварительно обсуждались с населением. Была создана комиссия, которая рассматривала как обращения жителей, так и уже имеющиеся площадки, где нужно не обязательно новую ставить, нужно было сделать некий ремонт и добавить, допустим, спортивные элементы. То есть исходили все из пожеланий жителей и реальной ситуации на территориях. В одном дворе теперь собраны детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Тренажеры, установленные на свежем воздухе, сразу пришлись по душе местным жителям. Заниматься сюда приходят люди всех возрастов и с разным уровнем физической подготовки. Мы, конечно, это самое, все обрадовались и теперь постоянно сюда ходим, занимаемся, и дети, и взрослые здесь занимаются. Очень благодарны людям, которые все это придумали, сделали. Благодаря вот этой всей площадке я стала заниматься спортом, стала себя чувствовать намного лучше. Просто если бы приехали вечером, здесь бывает до полусотни человек. Просто даже негде, даже негде. Детям даже не хватает места. Особое внимание в Люберецкой управляющей компании уделяют качеству проводимых работ. Подрядные организации отбирались на конкурсной основе. Благоустроенную территорию принимала в эксплуатацию межведомственная комиссия, в которую вошли представители административно-технической инспекции, городской администрации и депутатского корпуса, а также активные жители. На территории города Люберца в настоящий момент работают такие организации, которые уже не первый год работают с нашим муниципалитетом, у нас с компаниями, которые доказали, что работа выполняется качественно в срок, и они несут свои гарантийные обязательства. То есть, любое сообщение о какой-то неисправности мгновенно устраняется. Руководство предприятия призывает детей и взрослых бережнее относиться к тому, что сделано, и не допускать случаев вандализма. Также в управляющей компании отмечают, что в Люберцах много активных жителей, всегда готовых помочь в деле благоустройства. Летом уже приведены в порядок пять дворовых территорий. Еще столько же будут благоустроены до 1 сентября. Наталья Григорьева, Марина Архипова, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Гарнизонный дом офицеров был построен в 1933 году. Его собственником являлось Министерство обороны Российской Федерации. В июле прошлого года администрация города Люберца добилась передачи объекта на баланс муниципалитета, но полностью привести в порядок бывший дом офицеров местной власти не по силам. Тогда были начаты переговоры с Министерством культуры Московской области о выделении средств на масштабную реконструкцию объекта. Тему продолжит Ольга Щевелева. В настоящее время в бывшем доме офицеров расположены городской центр культуры и отдыха и детская школа искусств. Из-за неудовлетворительного состояния помещений площади зданий используются всего лишь на 19%, а количество детей, занимающихся в кружках и творческих объединениях, составляет смешную цифру – около 500, хотя желающих в разы больше. За прошедший год на средства местного бюджета в здании была заменена система отопления. Косметический ремонт в студиях делается силами и на деньги родителей ребятишек. Хочется, чтобы людей окружала современная, интересная, творческая обстановка. Недаром мы называемся Центром культуры и отдыха. Расширить возможности объекта возможно лишь при глобальной реконструкции зданий. Минкульт Московской области готов выделить средства на замену перекрытий и модернизацию сетей жизнеобеспечения. В планах развития учреждений создание 50 кружков и студий, где могут заниматься и взрослые, оборудование актового зала современной кинопроекционной аппаратурой, предоставление помещений для встреч ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, что, кстати, позволит заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Мы хотим сделать в нашем гарнизоне, так скажем, такую творческую единицу, где бы каждый человек, каждый люберчанин мог прийти, привезти своего ребенка и сам, так скажем, позаниматься, потому что будут библиотеки и тому подобное, и отдать своей ребенка профессионалам. В гарнизоне проживает более 25 тысяч люберчан, из них 8 тысяч детей. Поэтому наличие современного учреждения культуры – это реальная необходимость. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Забота о здоровье человека закреплена в законодательных и нормативных документах и, прежде всего, в Конституции Российской Федерации. Существует множество проектов, направленных на оздоровление нашего населения. Один из них – выдвинутые политической партией «Единая Россия» – борьба с распространением и потреблением стероидных анаболических средств и пропаганда здорового спорта. В Люберцах инициативу единороссов поддержали местные депутаты и атлеты из клуба силовых видов спорта «Геркулес». О том, какими способами они борются с опасным увлечением допингом, узнаете из нашего сюжета. Практически каждый начинающий атлет мечтает быть похожим на спортсменов с обложек глянцевых журналов о бодибилдинге. Упорные тренировки на износ, изнуряющий диеты, недосып и первый опыт горького разочарования от отсутствия желаемого результата толкают многих на фатальный шаг – первый курс стероидов. Спортсмен применяет, результат растет, ну и давай я буду и дальше применять. Ну и частенько бывает, ну это редкость, но все равно бывает не только вред для здоровья, но и смертельный исход. Необходимо отметить, что анаболические стероиды – это фармакологические препараты, применяемые в медицине, например, при истощении организма после тяжелых травм или операций, при замедленном заживлении ран и в некоторых других случаях. Употребление анаболиков ускоряет синтез протеинов внутри клеток, что ведет к увеличению мышечной массы. Именно эта способность стероидов и нашла свое применение в бодибилдинге. Не зря, так скажем, приравняли к наркотическим средствам данный медикамент, потому что он вызывает зависимость. Чтобы лишить молодых спортсменов возможности приобретения стимулирующих препаратов, активисты клуба «Геркулес» проводят мониторинг магазинов, торгующих спортивным питанием с целью выявления в их ассортименте стероидов. Однако в Люберцах подобных нарушений замечено не было. Сегодня у нас в городе проходит акция о борьбе с торговлей анаболическими стероидами. Ваше поведение заставляет усомниться вашей числоплотности в сфере торговли. А вы хотя бы можете дать комментарий относительно своей продукции, что это, протеин, геймеры, различные пищевые добавки? Девушки, ну, не идут с нами на контакт. Идут с нами не на контакт, да. Видимо, что-то не так в этом магазине. Геркулесовцы, полностью поддерживая инициативу «Единой России» по борьбе с анаболическими стероидами, намерены и дальше проводить мероприятия по выявлению нарушений в сфере торговли спортивным питанием, а также пропагандировать утверждение, что спорт должен укреплять здоровье, а не разрушать его. Мы за здоровый спорт! Без лопинга! Губернаторское поручение об организации пешеходных улиц в городах Подмосковья реализовывается и в Люберцах. На прошлой неделе на улице Смирновска уже приступили к первичным работам. И к первому сентября пешеходная зона будет готова. Работы ведутся сразу по всему пространству, где расположится пешеходная зона. На участке от Октябрьского проспекта до улицы Волковская. Более тысячи квадратных метров асфальта заменят на специальную тротуарную плитку. По замыслу архитекторов тут расширят пешеходную часть, обустроят рекреационную зону системой навигации, а еще включат бесплатный Wi-Fi. Также на Смирновской поставят новые скамейки, скульптурные композиции и малые архитектурные формы. К тому же пешеходную зону украсят клумбами и установят парковое освещение со встроенными звуковыми динамиками. Все это должно обеспечить комфорт и уют для жителей нашего города. Давно пора устроить такие зоны, где бы люди могли отдохнуть. Очень интересно, когда будет такая вот лавочка, отдых, зона отдыха. Я думаю, дети тут хорошо. Ну просто, видите, как бы рядом дорога. Вот это вот, как будет. Потому что все-таки газы, я думаю, выхлопные от автомобилей. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас в городе было поприличнее, покрасивее, чтобы глаз радовался. Строительство пешеходной зоны завершится к первому сентября и является частью создания единого архитектурного облика города. Этот проект был представлен в середине июня и, согласно ему, люберцы обретут свой собственный стиль. Анна Троян, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. В минувшую субботу на пульт пожарной службы поступил сигнал тревоги. В Котельниках в одной из квартир на улице Новая 13 произошел пожар, который привел к гибели шестилетнего мальчика. Ход событий восстанавливал наш корреспондент. На месте событий государственный инспектор по пожарному надзору Люберецкого района Сергей Зубков восстанавливает хронологию происшедшего. По его словам, в тот злополучный день в квартире находилась мать с двумя детьми двух и шести лет. Выйдя из ванной, она обнаружила, что из комнаты, в которой был старший ребенок, идет дым. После этого женщина покинула помещение, чтобы позвать на помощь соседей. По итогу, спустившись на низ лежащий этаж, вернулась обратно в помещение своей квартиры, вроде как с какими-то подручными средствами пожаротушения, соседями. Но к этому моменту уже возможности не было попасть в помещение квартиры и здесь уже прибыли сотрудники пожарной охраны. Сотрудники службы спасения вовремя прибыли на место пожара. И во время ликвидации огня в квартире на восьмом этаже в одной из комнат они нашли двухлетнего ребенка. Он был сразу же передан сотрудникам скорой помощи и доставлен в Люберецкую районную больницу детскую. Также в ходе тушения пожаров в одной из комнат был обнаружен труп ребенка 2009 года рождения. На данный момент по факту происшедшего пожара ведется проверка, устанавливается причина пожара. Сотрудники службы безопасности напоминают, что обнаружив огонь, дым или запах гари, необходимо немедленно вызвать пожарную помощь и не поддаваться панике. Помимо этого нужно предпринимать и меры для тушения пожара имеющимися подручными средствами. Необходимо понимать, что покидая помещение, где происходит возгорание, необходимо закрывать за собой дверь, потому что в случае открытых дверей у нас образован дополнительный приток кислорода и за счет этого огонь быстрее распространяется и ликвидировать его уже в дальнейшем будет намного тяжелее. Также важно не забывать о других людях, которые находятся рядом и сообщить им о пожаре, а также не оставлять без присмотра детей. Помните, соблюдение мер безопасности поможет спасти как вашу, так и чужую жизнь. Злосчастная стоянка на улице Мира. В редакцию телеканала ЛРТ обратился житель нашего города и рассказал о кражах из автомашин на парковке около дома номер 3. На этот раз от рук преступников пострадал и его личный транспорт. Проникновения в автомобиле продолжаются, причем с завидной регулярностью. Что предпринимать жителям? Ответ пыталась найти Анна Троян. Парковка на улице Мира. Излюбленное место грабителей. Один из пострадавших от рук преступников Сергей рассказал, что в темное время суток еженедельно организованная банда беспощадно бьет стекла машин, чтобы вскрыть, а затем и забрать не только ценные предметы, но и все, что попадет под руку. Мелочь из пепельницы, какие-то деньги может быть оставлены, автомагнитолы. Где этого нету, открывают капот и снимают аккумуляторы. Машину Фируза вскрыли три недели назад. Разбили боковое стекло, достали магнитолу и другие мелочи. В полицию он обращаться не стал. Считай, что если уж за последний год преступников не поймали, его заявление ничего не изменит. А вот машину Юлии Власовой вскрыли не на парковке, а рядом, во дворе ее дома. Несколько дней назад ночью нам разбили стекло. Мы с мужем уже заклеили его. Вытащили памперсы, как ни банально и ни смешно. Несколько пачек. Ну вот неприятная ситуация, обидно. Из ценных вещей в салоне автомобиля был только видеорегистратор, который грабители по какой-то причине не взяли. Муж Юлии обращался за помощью к сотрудникам полиции. Нам объяснили, какие плюсы, что возможно найти нереально. Вот смысл заявления. Жители микрорайона сбились со счету, сколько же их пострадавших. На парковке множество битых стекол и оставленных орудий вандализма. Некоторых грабили и по несколько раз. Но у Сергея подобная ситуация случилась впервые. Пришел с утра ехать на работу, обнаружил на водительском сиденье кирпич, кучу битого стекла и отсутствие магнитолы. Что еще вы обнаружили? Еще обнаружил, что документы на автомобиль, которые лежали в бардачке, и вот этот диск здесь валялись. Сергей сразу же вызвал полицию. Ведь на этих предметах могли остаться отпечатки пальцев правонарушителей. Ребята приехали, посочувствовали мне заявление, так я и не написал. А почему вы не написали заявление? Ну, отговаривали. А какие? Говорили, смысла нет. Ну, в итоге мы... Я упросил их все-таки снять отпечатки с этих предметов. Потратил целый день, сидел там около отделения. И в итоге сказали, что если совпадения будут по отпечаткам, то мы заведем дело. Но заявления так и не приняли. Пострадавшие от рук грабителей уже подумывали посидеть в засаде. Но идею так и не реализовали. Ведь никто не знает, когда преступники явятся снова. Караулить, как бы, не моя задача. Я оплачу налоги. Если мне приходит штраф, я оплачиваю штраф. Есть государство, которое, как мне, как гражданину, должно давать гарантии безопасности. То есть, если кому надо караулить, я думаю, с сотрудниками из полиции. Они, между прочим, здесь УВД за углом. Чтобы выяснить причины, по которым сотрудниками полиции до сих пор не было принято никаких мер, мы позвонили в Люберецкое УВД. К нам обратились жители с улицы Мира, дом 3. Там у них есть парковка, на которой постоянно происходят грабежи. Сотрудники полиции абсолютно никак не помогают. А вот за эту неделю уже вот три случая было. Что вы можете на это сказать? Ничего. Ну, вы не знаете, да, как происходит обстановка на улице Мира, дом 3? Я все знаю, понимаете. Я по телефону не могу же такие вещи обсуждать. Хорошо, но вы хотя бы лично можете... Я же не поломочен отвечать на звонки, тем более по телефону я даже не знаю, с кем общаюсь. Вы, может быть, криминальный элемент, который хочет узнать, как расположены наши посты на улице Мира. Хорошо. Тогда скажите, вот если в данной ситуации, вот как поступить людям, вот если произойдет сегодня ночью опять это, что нужно делать пострадавшему лицу? Звоните в полицию. Мы надеемся, что этот сюжет поможет повлиять на разрешение этой ситуации. И сотрудники полиции примут меры по поимке грабителей. Жители одного из домов в поселке Вуги, включив газовые плиты, получили не газ, а воду, которая затопила несколько квартир. Оказалось, что один из жильцов неправильно установил водонагреватель. При монтаже слесари перепутали газовую трубу с водопроводной. Все подробности этого довольно необычного случая у Натальи Григорьевой. Мария Беккер, как и ее соседи, сегодня осталась без горячего завтрака. Шум воды из газовой плиты она услышала ночью, а вот зажечь огонь не получилось. Побежала вода фонтаном из форсунок и сгорелок отовсюду, из одной, из второй, из третьей. Стало все заливать, перекрыли оперативно газ, поэтому мы как бы пострадали меньше, чем наши соседи. Приехавшие на вызов газовики определили источник поломки не сразу. Оказалось, что в одной из квартир, где сейчас идет ремонт, рабочие неправильно подключили газовую колонку. Владелец квартиры от комментариев отказался, но сотрудники аварийной бригады рассказали, что подобные случаи не редкость. Очень часто. С чем связано, непонятно. Люди, может, хотят сэкономить. Установка колонки стоит не так уж и дорого. По сравнению с тем, сколько придется заплатить сейчас за устранение аварии, амортизаторы машины, ремонт. К счастью, последствия аварии были устранены быстро. Подачу газа восстановили в тот же день. Тем не менее, этот инцидент – свидетельство того, что для установки оборудования следует обращаться в газовую службу. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. О появлении первого светофорного объекта мы вспоминали совсем недавно, в Международный день светофора, а теперь о его современных собратьях. В Люберцах появился новый светофор на улице Кирова в планах оснащения еще и других магистралей города. Зачастую с просьбой о необходимости таким образом отрегулировать уличные движения обращаются сами жители. А вот принимают ли потом во внимание сигналы светофора. Все участники движения узнаем прямо сейчас. У светофора три глаза – красный, зеленый и желтый. У каждого своя задача – помогать пешеходам и автомобилистам быть дисциплинированными на дорогах. Так именно зеленый свет дает право пешеходам на движение. Воспитание с детства, потому что сейчас такие водители. Бывает, кто пропустит, бывает, кто на светофоре на красный едут. Правила есть правила, по-моему, никто их не отменял. Во-первых, и безопасность, и вообще как бы, ну это по-человечески. Люди для чего-то это все-таки придумали, наверное. Ученые привыкли к этому, конечно. Я везде, не только здесь в России, я и за границей смотрю, как люди аккуратно это соблюдают. Вместе с тем закон писан не для всех, несмотря на то, что это опасно для жизни. Некоторые нарушают все запреты и на светофор не обращают внимания. Да где-то здесь вот человек летал на глазах вот у меня, прям буквально женщина, и вот, по-моему, где-то вот здесь приземлилась. Было, это очень опасно, конечно. Здесь достаточно удобно горит светофор, поэтому идти здесь нормально, но в какие-то моменты, да, не очень хорошо. И как выяснилось, вот почему. На наших глазах один из водителей проехал на зеленый свет, разрешающий движение только пешеходам. Хорошо, что по счастливой случайности никто не пострадал. Так что, если вы шагнули на зебру, на зеленый свет, не лишним будет посмотреть по сторонам и убедиться, что все автомобили стоят и пропускают вас. Наталья Григорьева, Валентина Верченко, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. День строителей в России будут отмечать в это воскресенье 9 августа. В канун праздника наша съемочная группа поинтересовалась у жителей Люберец, нравится ли им, как меняется облик города. Ответы в рубрике «Свободный микрофон». В День строителя мы поздравляем тех, кто дарит нам комфортные квартиры, современные школы и детские сады, и километры новых дорог. Нравится ли все это тем, для кого это делает сам жителям города? Давайте спросим. 9 августа День строителей. Нравится ли вам, как и что строят в Люберце? Да, нравится. Чем? Хорошее, комфортное жилье, удобное. Теплое, скажу так. Обеспечение прекрасное. Вода горячая, электричество. Ну, город, да, я считаю, что облагораживается. И лучше становится, и почище становится. Тротуары делают, тротуарную плитку прокладывают, городки детские. Поэтому мне нравится, я думаю, что прогресс есть в этом плане. Район новый, район красивый, район хороший, благоустроенный. И о детях заботиться, и о взрослых, и о пенсионерах в принципе тоже у меня нареканий нет. Ну, не хватает много, конечно. Наверное, в первую очередь средств не хватает для того, чтобы это все делать. Раз. Ну и, во-вторых, много зависит от самих жителей. Часто то, что сделано очень хорошо, зачастую начинают люди и мусорить, и скамеечки ломают. Что могли бы пожелать строителям в их день? Работать ответственно, и не забывать, что они строят дома для людей, и что в их руках их жизни. Побольше, наверное, садиков для детей, побольше площадок таких, может быть, каких-то спортивных комплексов. Здоровья, счастья, благополучия, и чтобы трудились они на совесть, а так они молодцы. Желаем крепкого здоровья, много счастья и всего самого-самого-самого хорошего. Спасибо! В текущем году в Люберецком районе планируется построить свыше 400 тысяч квадратных метров жилья. Без умелых рук наших строителей ничего бы этого не было. Поэтому с праздником вас, дорогие строители! В Доме офицеров состоялся творческий вечер поэта Василия Попова. Преклонный возраст совершенно не мешает ветерану Великой Отечественной войны создавать прекрасные стихи. Темы разные не только о военных годах, но и о любви. Соприкоснуться с поэзией Василия Попова, послушать песни на его стихи довелось и Наталье Григорьевой. Василия Попова призвали на фронт в 43-м возрасте 17 лет. Связист артиллерийского полка освобождал Белоруссию, Литву, Восточную Бруссию. За воинские заслуги Василий Константинович имеет больше 15 наград. Все могут подтвердить и сказать, что он героически громил фашистов, не только отстаивая нашу землю, но и защищал именно нас. Вот благодаря таким людям мы сейчас живем, радуемся жизни. Стихи Василий Попов начал сочинять в 14 лет, но далеко не все они посвящены войне. Гораздо больше поэт и ветеран пишет о простом житейском быте, о своей родине и, конечно, о любви. Мне цыганка нагадала, что Зинаида Ивановна у меня будет жена, и тоже есть песня такая есть. И вот я встретил ее случайно, и мы поженились, 56 лет прожили, как говорят, бездолгу. И 19, то есть 9 лет она, как у меня, ушла из жизни. Стихи Василия Попова положил на музыку певец и композитор Александр Сагайдачный. В творческом тандеме создано уже 7 песен. Песни разнообразные. Ну, самое главное, это эпоха Великой Отечественной войны. И становление человека, советского человека. То есть такая красота, искренность, то, что у нас сейчас в жизни не хватает. Концерт вела член Союза писателей Нина Юрченко. Она сама дитя войны, и проводить подобные встречи для Нины Константиновны большая честь. Из ее уст прозвучало множество известных стихотворений. Мне скажут армия, и вспоминают день зимой. Январский день 42-го года. Шла женщина с детьми домой. Они несли с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек. И подошел к ним человек в шинели. Взглянув, достал он хлебный свой к паек. Трехсотграммовый, весь заледенелый. В этот вечер Василий Константинович принимал много поздравлений и теплых слов. В свою очередь съемочная группа ЛРТ подарила ветерану диск с выпуском программы «Солдаты Победы», героем которой стал Василий Попов. Спасибо, Лена Константиновича. На пороге 90-летнего юбилея Василий Константинович обещает написать еще много стихотворений. Кроме того, совместно с Александром Сагайдачным планируют выпустить три новые песни. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. И в завершение выпуска по традиции рубрика «Свободный микрофон» о любви к своей профессии решила поговорить с люберчанами Анна Троян. Удалось ли им найти свое призвание? Оказывается, людей, удовлетворенных своей профессией, среди нас не так уж и мало. Все профессии важны, все профессии нужны. Кто-то мечтал стать космонавтом, а кто-то рад тому, что работает бухгалтером. А что нравится люберчанам в их работе, узнаем прямо сейчас. Я медсестра, высшее образование психолог. Раньше работала, сейчас больше к медсестринской работе. Плюс общение с людьми, больше помогать людям, быть им полезным. Я менеджер, работала я продавцом косметики. Нравилось, что всегда под рукой косметика. Я инженер по обслуживанию контрольно-кассовой техники. Мне нравится то, что эта работа достойна для умных и образованных людей. Общение с людьми нравится, то, что жары нет, и люди плохо идут, мне нравится. Я бизнесмен, мне нравится свободная жизнь, доходы и независимо от кого. Я бухгалтер. Работаю бухгалтером уже очень давно. Но что мне нравится в моей профессии, четкость, наверное, и слаженность в работе. То, что из месяца в месяц я выполняю четко, абсолютно одни и те же вещи. Ну и поскольку я работаю с людьми, мне это тоже очень нравится. Я врач, анестезиолог, анеаниматолог. Мне практически все по моей работе нравится. Я уже работаю лет 30 и никаких проблем. Я работаю в магазине «Пятерочка» продавцом кассирова. Мне нравится в моей работе то, чтобы помогать людям, объяснять им, что к чему. Исходя из запроса, стало ясно, люберчане предпочитают разные профессии. И в большинстве своем любят свою работу. Ну что уж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Всех имеющих отношение к строительной отрасли. Еще раз с профессиональным праздником, хорошего настроения и солнечной погоды. А я на этом с вами прощаюсь. Далее в эфире ЛРТ новости городских поселений. Кореневский карьер и в будни, и в выходные дни является центром притяжения жителей со всего района. Находится он в транспортной доступности и маршрутки ходят сюда регулярно. Что касается пляжных развлечений, то здесь себе их найдут как дети, так и взрослые. Отдыхающие проводят время на волейбольных и спортивных площадках, прыгают на батутах. Одним из излюбленных занятий является вейкборд – экстремальный водный вид спорта, который сочетает в себе комбинацию водных, лыж, сноуборда, скейта и серфинга. Мы здесь катаемся на вейкборде с друзьями. Погода всегда в нашем парке классная, вода чистая, настроение замечательное, атмосфера прекрасная. Очень нам здесь нравится, всегда здесь чисто. На водоем приезжают целыми семьями, чтобы провести у воды жаркий летний день, загореть, насладиться красотами природы и просто отдохнуть от городской суеты. В первую очередь магнитом для жителей является то, что купание в водоеме официально разрешено, что на сегодняшний день является большой редкостью для Люберецкого района. Сан-Пензенстанция, наша города Люберец. Естественно, в начале купательного сезона они приезжают, делают забор воды, потом нам сообщают о результатах, то есть годен наш водоем или нет. Ну, скажу пока, таких серьезных нареканий у нас не было. Силами местной власти и органами управления зоны отдыха много делается для чистоты на всей территории карьера. С самого первого дня открытия пляжного сезона здесь работают специально обученные команды водолазов, которые периодически чистят водоем, а также рабочие, ежедневно убирающие прибрежную зону. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Дворовая территория на улице Кирова, дом 6, обрела новый вид. Здесь установили новую детскую площадку, заасфальтировали тропы и установили тротуары. А что особенно важно, расширили улицу и выделили специальные места для парковочных карманов. Здесь была узкая проезжая часть, очень мало парковочных мест. Наши жители парковались на газонах, что является нарушением закона о государственном административно-техническом надзоре Московской области. И учитывая то, что поступали многочисленные жалобы, мы приняли решение запланировать деньги в бюджет. В прошлом году они были запланированы. Вошли в программу софинансирования с главным управлением дорожного хозяйства Московской области. И буквально месяц назад были закончены работы по благоустройству этой территории. По словам Кирилла Тимошкова, жители на изменение облика проезжей части отреагировали достаточно двояко. Те, у кого есть автотранспорт, конечно, были очень рады, потому что мы видим, что количество парковочных мест возросло в разы. Те, кто не имеет автотранспорта, они выходили и говорили, что эта работа им не нужна, что уничтожается зеленое насаждение. Но я бы хотел сказать, что зеленых насаждений здесь не было. Все газоны были изъезжены нашими автолюбителями. При проведении работ по благоустройству двора администрация городского поселения уделила особое внимание реализации программы «Доступная среда». Все бордюры занижены для удобства колясочников и маломобильных людей. Передвигаться по этому двору удобно и комфортабельно. В планы администрации городского поселения на текущий год входит асфальтирование еще четырех улиц. Установка детских и воркаут-площадок, а также ремонт и техническое обслуживание уже существующих объектов. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Очередь в дошкольные учреждения в Октябрьском составляет больше 900 человек. Однако она существенно уменьшится со строительством двух детских садов. Один на 160 мест, второй на 260 с бассейном. Откроется уже в ноябре. То, о чем мы мечтали последние годы, о строительстве детских садов, о строительстве школы, которая у нас теперь новая школа, 54-я в Октябрьском. Мы об этом так давно мечтали, и все это у нас реализовалось. Нехватка парковочных мест – это проблема, которая касается большинства городских поселений, и Октябрьский не исключение. Однако администрация борется с теми, кто паркуется на газонах, и постепенно расширяет количество парковок. Организовали парковочное место между домами номер 4 и 5 по микроюрону Западный, по многочисленным просьбам жителей. Вот эта парковка может принять порядка 80-90 машин на место. Население Октябрьского растет, и людям нужны дома. Сейчас в городском поселении заканчивают строительство восьми многоэтажек. Важно, чтобы жилищное строительство не обгоняло социальное, говорят жители. Надо обновить больницу, добавить всех врачей, как минимум по два. Каких-нибудь развлекательный комплекс для деток обязательно. Новую поликлинику в Октябрьском начнут строить в следующем году. В планах создание Дворца культуры, строительство тротуаров и ремонт внутриквартальных дорог. Так что День строителя для быстро развивающегося Октябрьского – это праздник, можно сказать, профессиональный. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Всего в частном секторе 48 километров муниципальных дорог. Все они числятся на балансе Тамеринской администрации. 22,4 километра из них имеют грунтовое покрытие. Материальные средства на их асфальтирование выделяются из местного бюджета. Засфальтировать все дороги сразу просто невозможно, потому как бюджет не резиновый. Но для того, чтобы на грунтовых дорогах не скапливались лужи и жители могли с комфортом передвигаться по родным улицам, дороги стали выравнивать с помощью спецтехники. Администрация городского поселения Тамерина совместно с МУПТ-ЖТ проводим плановые работы по выравниванию грунтовых дорог на территории городского поселения Тамерина. Плановые работы уже были проведены на улице Полевая, поселка Егорово. Сейчас мы проводим на улице Добролюбова, частного сектора. Были проведены также работы в поселке Жилино и Чкалово. Выравнивать дорогу работа не из простых. Ведь в частном секторе где-то колышки забиты, чтобы машины не парковали, где-то деревья растут. Но местным такие перемены пришлись по нраву. Так житель одного из домов улицы Добролюбова выразил свое мнение на этот счет. Такие работы, насколько они нужны? Вы знаете, что здесь дороги, которые ходят люди, и когда весна будет, сильный снег, невозможно здесь. Если сама будет земля, они роются. Поэтому невозможно. Ну а сейчас, может, подровняют. Как думаете, лучше будет? Думаю, что, конечно. Это вообще будет все. Люди хоть будут ездить на машине, как надо. Выравнивание грунтовых дорог мера временная. Ведь по проекту благоустройства Томино, частный сектор планируется заасфальтировать до 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин